Сегодня посетили поликлинику номер 3. Это самая крупная поликлиника, по которой больше всего обращений и жалоб традиционно приходят. Ну, в том числе на прямом эфире, который я провел на днях. Больше всего приписанного населения и огромная протяженность участков, которые приписаны сюда, к поликлинике на дачной. Конечно, проблем достаточно много. Они связаны с стесненностью условий. Здание старое, не соответствует современным требованиям, и с нехваткой людей. Если в поликлинике 26 участков, которых должны обслуживать терапевты, то на них работает всего лишь 12 человек, из которых 10 обеспечивают выездное обслуживание. Это абсолютно недостаточно, хотя надо сказать, что за прошлый год 7 терапевтов удалось привлечь. Нам нужно в таком первоочередном порядке еще 9 терапевтов, и эту работу договорились усилить всем вместе, обеспечить привлечение максимально быстро терапевтов сюда. Почему 9, а не 16, для того, чтобы полная комплектность была? Потому что, как я уже говорил, условия технические не позволяют разместить то количество врачей, которые требуются населению, приписанному к поликлинике. Поэтому в перспективе мы видим развитие и системы помещений, зданий. Это предстоит спроектировать Министерству здравоохранения, как будет выглядеть на уже стратегическую перспективу развития поликлиник в Петропавловске и Камчатском, их размещение, в том числе и филиальная сеть по тем отдаленным районам, которые сейчас вынуждены добираться сюда. Могу тоже сказать, что находясь в разных районах города, ко мне обращаются люди, что очень долго, очень тяжело, очень неудобно ехать сюда, особенно на общественном транспорте. Поэтому, наверное, это главная проблема, нагрузка на врачей. Сейчас ее снимают частично привлечением большого количества студентов, которые работают и как уже по совместительству сотрудники, и как волонтеры в рамках проведения практики. Более 20 студентов сейчас направлено в поликлинику. Все это студенты нашего медицинского колледжа. Сегодня посмотрели, как ребята обзванивают больных, принимают звонки для того, чтобы обеспечить запись на прием к терапевту, обеспечивают развоз лекарственных средств или участвуют в заборе ПЦР-тестов в соответствии с квалификацией. Следующий шаг – это запуск с завтрашнего дня системы автоматизированного дозвона телемедицины, в рамках которой будет снята нагрузка с врачей, которая касается контроля за состоянием больных после первичного осмотра. Ну и, безусловно, она повысит и качество обслуживания, а также возможность постоянной обратной связи, оценки удовлетворенности состояния пациента. Главная задача сейчас – обеспечить реализацию, так скажем, первичной функции борьбы с ковидом, но могу сказать, что и плановая помощь не прекращается, она оказывается в удобное для пациентов время, по мере возможности, которое есть у терапевтов. С острыми показаниями, сходными с коронавирусной инфекцией, идет прием на улице Бахника на филиале, но при этом большинство, конечно, остаются дома и дома получают обслуживание. Выездное – это соответствует задаче максимально разграничить потоки и минимизировать распространение вируса. Я хочу тоже обратиться ко всем с просьбой сейчас минимизировать плановые походы в поликлинику, если возникает острое респираторное заболевание, подъем температуры, вызывать врача на дом, и в соответствии со схемой лечения принимать лекарства, которые в обязательном порядке бесплатно доставляются, с тем, чтобы с болезнью можно было как можно скорее распрощаться и вернуться к нормальной жизни, закрывая больничный, максимально переводя взаимодействие в дистанционный формат.